Здравствуйте! В эфире РЕН-ТВ программа Афиша. Меня зовут Вадим Климов. Афиша, программа о культуре в городе Барнауле. Те, кто считают, что провинциальные столицы обделены культурными событиями, на мой взгляд, неправы. Я же считаю, что та культурная активность, что есть в нашем городе, вполне удовлетворяет запросы публики. Взгляните на список гастролеров, что приедут в октябре, в ноябре и уже в декабре, и сразу все станет понятно. Но в программе Афиша я редко рассказываю о гастролерах. Мы не эксплуатируем звездные явления, у нас другая задача. Мы занимаемся пропагандой местных деятелей культуры. Поэтому у нас сегодня в программе две выставки. Творческий вечер в резиденции алтайских журналистов и гость. В гостях у нас Сергей Поморов, директор Института архитектуры и дизайна. Встретились мы, как всегда, в ресторане «Кукулек» за чашечкой чая. Ну а в финале программы немного анонсов. Без чувства современности художник останется непризнанным. Михаил Михайлович Пришлин. Программа Афиша на РЕН-ТВ. Выставка живописных произведений художников-любителей. Я не знаю, кто предложил название «Алтай. Родина Шукшина», но понимаю почему. И мне кажется, что иногда наши деятели культуры, будь то профессионалы или любители, уж слишком навязчиво эксплуатируют имя Василия Макарыча. И стоит ли это делать? Нужно решить своим творчеством. Они вспоминают большого художника, в смысле писателя и кинорежиссера, или имя его работает уже как реклама. Конечно, легко прилепить имя Шукшина к выставке художников-любителей. Тем более, большая часть авторов – это такие шукшинские персонажи. Они занимаются изобразительным искусством самоотверженно. И с любви к искусству они проще смотрят на современную изобразительную культуру. Они просто рисуют, берутся за кисти, краски и увлеченно пишут. И пишут, конечно, про Родину. Пейзажи. Есть такая сохранившаяся с советских времен условность. Любители или самодеятельные художники – это те, кто не имеет профессионального образования. Их искусство в основном, конечно, сильно отличается от работ профессионалов. И это объяснимо. В их работах та самая наивность, которая отсекается еще на этапе художественной школы. В этой экспозиции, кстати, есть несколько работ, в которых видна школа. Но в основном, конечно, милые, вызывающие улыбку, картинки без претензий на величие. Два портрета Шукшина, два Евдокимова, портрет бабушки и казачки. И пейзажи. Много пейзажей. Я думаю, что засилие пейзажа в современном искусстве, что у профессионалов, что у любителей, это бессознательное следование запросам публики, желающей легкого жанра. Вот и тут Шукшина прилепили, а характера не раскрыли. Я понял, что есть удивительный, неведомый мне мир. Мир русского авангарда. Анатолий Корчуганов тоже любитель. Но вы посмотрите, какая глубина, какое желание размышлять, сколько идей и суждений. Выставка в галерее «Бандероль» в этом небольшом зале так сконцентрирована, что позволяет погрузиться в творчество Анатолия Васильевича чуть ли не физически. Для Корчуганова изобразительное искусство – возможность передать многогранность сюжета и характеров. Его работа – это большое многоплановое произведение, где несколько сюжетных линий, где сложность взаимоотношений, где нужно задумываться, чтобы понять, о чем идет речь. Русское авангардное искусство осеменило практически все мировое западное искусство 20-х, 30-х и дальше. Просто у нас он был остановлен на бегу в середине 30-х годов, когда мы ушли, так сказать, в имперскую помпезность. Если сказать, что Анатолий Корчуганов – продолжатель традиций русского авангарда начала 20-го века, это будет справедливо, но нужно сделать акцент на слове «продолжатель». Это интереснейший изобразительный язык. Это отсутствие правил и законов, которые закрепощают. Этот автор продолжает завоевывать свободу искусством. В свободе творческой есть великая суть искусства. Именно авангардисты прошлого века предложили этот метод миру. И сегодня он принят, и у него есть продолжатели. И в Барнауле один из них – свободный художник Анатолий Корчуганов. В резиденции алтайских журналистов «Гриль Барри Тасс» состоялось интересное мероприятие. Прямой отчет. Песни и стихи разных исполнителей и авторов мне понравилось. Глядя на эту задорную молодежь творческую, верится в светлое будущее. Верится, что они окрепнут и станут творческой элитой. Посетили это мероприятие люди известные и в меру влиятельные в культурном пространстве. Поэтесса Наталья Николенкова, режиссер Дмитрий Шарабарин, продюсер и промоутер Евгений Колбышев. Было интересно. Музыка 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 Мы вновь в ресторане «Кулакова». В этом замечательном интерьере уютном и светлом. И говорим мы, как всегда, о культуре. Сегодня у нас гость. Гость, который, на мой взгляд, держит руку на пульсе всего дизайна и архитектуры. Не только города Барнаула, но и Алтайского края. Это директор Института архитектуры и дизайна Сергей Поморов. Я сказал, что вы держите руку на пульсе. Сколько лет вы уже выпускаете? В этом году у нас предстоит, в учебном году, девятый выпуск архитекторов-дизайнеров и пятый выпуск архитекторов. То есть, на самом деле, это по 20-30 человек, которые выходят в профессию и активно ею занимаются? Да, в каждой группе примерно выпуск около 20 человек. Хотя, скажем так, первые выпуски у нас были поменьше. 14 человек – это самый первый выпуск. А вы могли бы сейчас сказать, ну, самый интересный проект, который воплотив ваш студент, ваш выпускник? Для вас лично. Я так думаю, что этот проект, наверное, еще не создан, он еще в голове этого самого нашего выпускника. Интересные проекты, значительные проекты появились у нас в крае, в городе Барнауле. О них можно будет сказать отдельно. Так и скажите отдельно. Вот я знаю, у вас студенты стали побеждать в различных конкурсах замечательных. Расскажите, что за конкурсы? Ну, я бы все-таки этот вопрос разделил на две половины. Скажем, персонали, выпускники и работы наших студентов, наших выпускников под флагом Института архитектуры и дизайна. Это значительные такие, на мой взгляд, программы для края. Архитектурные, градостроительные программы. Скажем, известный на слуху проект особой экономической зоны туристово-рекреационного типа «Бирюзовая катун». В 2003 году вместе с проектной фирмой «Концепт» мы начали разрабатывать концепцию вот этого самого туристического, очень большого комплекса для горной местности. 3000 мест вместимости единовременно. 3,2 квадратных километра. Ну, уникальная совершенно попытка освоить такую большую территорию в таких хороших целях туризма и отдыха. Этот проект был нами в частности в дипломно-проектированную включен. Первые попытки, первые концепции. В дальнейшем 5 лет сопровождения этого проекта. Этот проект мы перерабатывали, улучшали, меняли, делали макеты, выставляли. Безусловно, это администрация края, управление по экономике инвестиций на выставках во Франции, Каннах. В Германии, в России, Москва, Санкт-Петербург, международные форумы. И вот это сопровождение нашего института, ну, скажем, вот как архитектурное сопровождение, безусловно так, оно в определенном мире сыграло роль, в конце концов, в продвижении вот данного проекта. Интересная тема, я сразу обосил проект Золотого кольца Большого Алтая. Это туристический маршрут на трансграничной территории Большого Алтая стран-соседей. Казахстан, Монголия, Китай, Россия. Ну, видимо, в связи с тем, что туризм развивается на Алтае, в него вкладываются какие-то средства и продвигается на просторы России, как бренд Алтая. Поэтому, наверное, ваши студенты и активно участвуют в этом. А скажите, вот эта вот связь бизнеса и архитектуры, насколько вам кажется, сейчас, ну, заказчик, вернее, художник зависит от заказчика, от идеи заказчика, от возможностей заказчика? Потому что придумать-то, наверное, многое можно. Интересный вопрос, насколько зависим. Я так думаю, что заказчик, архитектор и дизайнер, или дизайнер, в данном случае это два равнозаинтересованных лица. И зависимость одного от другого, она совершенно объективно обусловлена. Почему? Потому что заказчик на сегодняшний день, как мне представляется, как я понимаю, не заинтересован не в доброкачественных проектах. Он заинтересован в большей мере в качественных проектах. Другое дело, что они не обязательно должны быть очень дорогими, но качественными. И в этом смысле дизайнер заинтересован в этой позиции заказчика. Ну да, тут никак не разделишь. Да, заказчик со своей стороны заинтересован в профессиональном архитекторе, в профессиональном дизайнере. Потому что он сможет подсказать и нащупать правильные пути. Ваши студенты достаточно активно, не только студенты, кстати, и педагоги, достаточно активно занимаются творчеством и выставляются. Мне это очень нравится, потому что это такой флагман изобразительного искусства получается. Потому что идут педагоги за ними, подтягиваются студенты. Это вы лично, как директор, к этому как относитесь? Только на ура и с большим воодушевлением я поддерживаю это движение. Во-первых, я скажу, что сам, как практикующий архитектор, дизайнер, я стараюсь участвовать в разного рода выставках. И если в таких выставках городских, краевых, региональных, российских участвует любой преподаватель нашего института, любой студент, я только поддерживаю двумя руками. Поощряете? Конечно, морально поощряем. Ну, иногда бывает, что и материально. Была выставка в прошлом или позапрошлом году, к сожалению, не помню, проектов студентов вашего института. Если бы реализовать все проекты, которые нарисовали ваши студенты, мне кажется, что город бы изменился настолько, что можно было бы сравнивать с хорошей европейской столицей. Вы, когда ходили по этой выставке, у вас какое чувство было, вот взять бы проснуться и все бы уже реализовалось? Или все же вы понимаете, что это очень сложная, кропотливая работа и, дай бог, она через 20 лет произойдет? Когда я увидел результаты подготовительного этапа нашей выставки, то есть она должна на следующий день открыться, сегодня вечером мы идем смотрим, конечно же, чувство гордости за своих коллег, за преподавателей, за студентов, без сомнения возникло. Почему? Потому что освоить большое выставочное пространство, центральное выставочное зало студентов художников, это нелегко. Это раз. Потом второй момент. Все-таки это определенный мере итог десятилетнего труда, когда мы начали, подготовили первых своих студентов. Ну и то, о чем вы говорите, если бы вдруг уже идет реализация, вот та же Березовая Катунь, о которой мы говорили, появляются системы, сеть туристических комплексов. Вот интересная совершенно сейчас в этом году у нас будет тема, она началась. Выставка Алтайского края во Франции, провинция Франш-Канте, город Бизансон. Это международная выставка, где представлен гость почетный. Вот такая миссия почетного гостя будет для Алтайского края предоставлена. И мы сейчас на уровне концепции, сеть идеи, разрабатываем вот эту выставку всего нашего замечательного славного Алтайского края. Да, да. Вот во Франц-Канте. Здорово. И поедете во Францию, соответственно. Ну, естественно. Хорошо, посмотрим. Вот какой у меня был вопрос. Он такой, обо всем изобразительном искусстве Алтайского края. Дело в том, что Новоалтайское художественное училище, ну, по каким-то причинам немножко сдало позиции. И ваш институт сейчас, ну, стал главным образовательным учреждением в области изобразительного искусства. Так или иначе. Вы чувствуете ответственность, скажем, за все изобразительное искусство Алтайского края? Потому что, ну, так получилось. Да, если коротко. Но Новоалтайское училище, как и Барморский строительный колледж, где есть архитектурное отделение, на мой взгляд, они не сдали позиции. Они их сохранили. Наш институт дает высшее образование, и оно отличается от среднеспециального образования. Ну, по крайней мере, хотя бы продолжительностью. Шесть лет, даже не пять лет, как все специальности, а шесть лет и архитекторы, и дизайнеры дают возможность более глубоко проникнуть этот процесс. Коротко. Да. Скажите, а сколько конкурсов у вас? Шесть. Шесть, шесть и пять. Ну, это достаточно прилично. Это такой же конкурс, как в Московском архитектурном институте. Три года подряд одно и то же. Время быстро пролетело. Я хочу вам подарить такой сертификат от ресторана Кукулекс. Обратите внимание, он с определенной цифрой. Это три тысячи рублей, и вы можете здесь отобедать. С друзьями или один. Спасибо. Пожалуйста. Вадим Климов на РЕН-ТВ. Дамы и господа, теперь несколько слов о том, что ждет публику. Начну с книги. Известный автор Андрей Коробейщиков выпустил новую книгу. Я не могу сказать ее название, потому что не знаю, как читается этот символ. Но под заголовок есть самая знаменитая шаманская сага 21 века. Ищите ее в книжных магазинах города. Я прочитаю эту книгу, и мы обязательно встретимся с автором. А теперь о выставках. В Государственном художественном музее с 22-го живопись Юрия Юрасова, на мой взгляд, это самый известный и знаменитый художник из Барнаула. 29-го в выставочном зале Союза художников откроют юбилейную выставку Альфреда Фризина. В павильоне современного искусства «Открытое небо» выставка работ Юрия Титова. Этого художника давно уже нет в живых, но друзья его помнят. А в галерее «Бандероль» Анатолий Корчуганов. Два важных театральных события. Открытие сезона 23-го в Театре музыкальной комедии и фестиваль театральных школ «Сердце Азии» с 27-го по 31-е. И отдельно программа клуба «Чи Гевара» 28-го «Наши другие дяди», а 7-го «Хранько оркестр». И о кино киносеть «Мир» предлагает. Пандориум. Жена путешественника во времени. Формула любви для узников брака. «Хати-ка самый верный друг», «Правдивая история кота в сапогах», «Дитя тьмы», «Запрещенная реальность», «Зомби-ленд», «Нянька по вызову», «Суррогаты» и «Коко». А также премьеры «История одного вампира», «Остробой», «Облачно возможно осадки в виде фрикаделек» не оглядывающих. За более подробной информацией отправляйтесь на просторы интернета. Конкретней на сайт barnaul-altai.ru. Там есть и колонка программы «Афиша», ее можно почитать. Всего доброго. Творческих успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok